Отец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за многочисленные благословения, и мы входим в Твои ворота с благодарением. Мы входим в Твои дворы с молитвой. Мы Твои овцы, и Ты наш добрый пастырь. Сегодня, во время программы исследований силы в полдень, я молю, чтобы Ты вел нас к тихим водам, чтобы Ты восстановил наши души. Благослови нас, мы молим, возроди и преобразуй нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствую вас, добро пожаловать на эту программу исследования силы в полдень, в четверг, 27 февраля 2020, на Ваш духовный оазис на пути пилигримов в небеса. Добро пожаловать всем и каждому, Катерина, Рики, Жанел, Кесси, Шантей, Мария, Клара, Алексий. Хорошо, друзья. Добро пожаловать всем и каждому. Давайте продолжим нашу серию проповедей, посвященную Божьей Церкви Остатка, из Откровения, глава 12, стих 17, где Библия говорит нам, «И рассвирепел дракон на жену и пошел вести войну с остатком семени ее, которые соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа». И для того, чтобы понять остаток семени, остаток детей, мы должны изучать, что было раньше. Об этом мы находим в Откровении, 12 главе, в стихах с 1 по 5. Этот текст освящает первое пришествие Иисуса Христа. Во вчерашней программе «Сила в полдень» и за день до этого мы обнаружили, что как Иисус, так и Петр намеренно опускали определенные фразы из Ветхого Завета. так, как они проповедовали иудейскому народу. И причина была в том, что большинство иудейских руководителей и тех, кто их поддерживал, держались за те тексты, за те фразы, оправдывая себя во грехе, говоря при этом, «Мы – Божья Церковь! Мы – Божья Церковь! Мы будем спасены, несмотря на то, во что мы верим, несмотря на то, как мы живем». Хорошо, друзья. И какие примеры мы видим в Матфея, главе 3? Откроем со мной. И каким будет применение? Применение для нас в эти последние дни вот какое. «Большинство Божьего народа держатся за различные тексты, неправильно их толкуя, говоря, «Мы – Божья Церковь! Мы будем спасены, независимо от того, во что мы верим, независимо от того, какой образ жизни мы ведем, благодаря нашей церковной принадлежности». И какой-то один из текстов – Откровение 12, глава, стих 17. «Мы – Божий остаток». Хорошо, друзья. Посмотрите со мной на Матфея, главу 3. Вы готовы к этому? Спасены, чтобы служить в онлайн? Вы готовы к этому? Здесь сказано в Матфея, главе 3 и в стихах 7 по 10. «Иудеи говорили Иоанну Крестителю, «Нам не нужно покаяния». Они не видели нужды в покаянии. «Мы – дети Авраама». Вот, друзья, вы видите это? Но что ответил Иоанн Креститель? «Не думайте говорить себе, «Мы имеем Авраама своим отцом». Ибо пока вы не принесете плод покаяния, топор, который приложен к дереву, вас подсечет. И сегодня в программе исследования «Сила в полдень» «Топор, Слово Божье, будет приложен к корню деревьев». «Деревьев, которые представляют нас всех». И нам сказано в Богодохновенной комментарии на Матфея, главу 3, стихах 7 по 10. Одной из причин, почему иудеи сказали такие слова Иоанну Крестителю, было их неправильное толкование. «Иеремия, глава 31». Давайте быстро посмотрим на этот текст. «Иеремия, глава 31». Здесь сказано «Желание веков», страница 106. «Иудеи неправильно толковали Божье обетование о вечном благоволении к Израилю». Пожалуйста, остановите видео и прочитайте это предложение, а также абзац 1, 2, 3, 4, «Желание веков», страница 106. И также «Желание веков», страница 107, абзац 1. Почему я пробегаю это быстро? Потому что я освещал это вчера и позавчера в программе «Сила в полдень». Хорошо, друзья, слушайте внимательно. Поскольку мы освещали тот факт, что иудеи неправильно толковали тексты Писания и говорили, «Мы – Божья Церковь, мы будем спасены независимо от того, во что мы верим и как живем, и применение для нас ясно. Мы – Божий остаток». Откровение 12, стих 17. Возможно ли, друзья, возможно ли, что большинство, называющих себя народом Божьим сегодня, не только держатся за Писание и неверно толкуют эти тексты, оправдывая себя, что они народ Божий, но также может такое быть, что они неверно толкуют цитаты Духа Пророчества, труды Лены Уайт, оправдывая себя во грехе? Возможно ли такое? Что вы скажете, мои друзья, на форуме? Возможно ли такое? Хорошо. Давайте посмотрим на одно из утверждений. Вот оно. Одно из утверждений. Может казаться, что церковь пойдет… Кстати, Джастин. О, да, вы видите. Селма, Джанел, Мастиф. О, да, Фрэнсис, Самара. Давайте посмотрим на эти предложения. «Избранные весит» – том 2, странице 380. Здесь сказано, «Сатана будет творить свои чудеса, чтобы привестить многих. Сатана будет превозносить свою власть как Верховную. Может показаться, что церковь вот-вот падет, но этого не случится». Вот это предложение. «Она уцелеет, хотя на сфионе грешники будут просеяны, и мекина отделена от доброго зерна». Хорошо, друзья. Готовы ли вы анализировать это утверждение? Что значит это утверждение? Запишите в ваших блокнотах вопрос «Когда». Когда может показаться, что церковь падет на основании этого утверждения? Ответ следующий. Знает ли кто-нибудь на форуме ответ, когда может показаться, что церковь падет? Это во время начертания зверя, когда будет установлен национальный воскресный закон. Не принимайте это с моих слов. Давайте посмотрим на контекст этого заявления. Первый абзац говорит, слушайте внимательно, «Государства поколеблются до самого основания. Поддержка будет отнята от тех, кто проповедует о едином Божьем эталонии праведности и единственном верном мериле характера. И все, кто не склонится перед решением законодательных собраний и не будет повиноваться государственным законам, требующим возвысить субботу, установленную человеком греха и предать забвению Святой День Божий, почувствует на себе не только гнетущую власть папства, но и власть падшего протестантизма, образа зверя». Следующий абзац. «Может показаться, что церковь вот-вот падет, но этого не случится». Когда, друзья мои? Элвелин Бейли. «Во время воскресного закона». Это ясно. Не сейчас. Все, называющие себя христианами в этой динаминации АСД, вы не можете использовать это утверждение, чтобы сидеть и поддерживать отступничество, говоря, «Может показаться, что церковь падет». Поэтому мы прикрываем образ действий. Почему может показаться, что церковь падет? При кризисе национального воскресного закона. Начертание зверя. Ответ. Потому что от них будет отнята всякая поддержка. Всякая человеческая поддержка. Не покупать, не продавать. И посмотрите вновь на высказывание. Первый абзац, подчеркнутое голубым шрифтом. «Поддержка будет отнята от тех, кто проповедует о святом…» Извините, не о святом, а о едином Божьем эталоне праведности. Где угнетение? Голубым шрифтом. «Они почувствуют на себе не только гнетущую власть папства, но и власть падшего протестантизма, образа зверя». Вот мы ответили, почему. Следующий вопрос. Вам все понятно на форуме? Напишите «Аминь». Потому что, когда я начну об этом говорить, это будет как гвоздь, который забит в нужном месте. Исполняя Исайя 22 главу и стих 23. Следующий вопрос, друзья. Какие характерные черты церкви, которая может показаться, что падет, когда будет установлен воскресный закон? Три характерные черты. Вернемся к высказыванию. Смотрите. Первое, подчеркнутое предложение. «Будет отнята поддержка тех, кто проповедует о едином Божьем эталоне праведности». Итак, какая первая характерная черта тех, кого Бог называет Своей церковью? «Когда воскресный закон будет установлен, им может показаться, что церковь падет, но этого не случится». Что они будут проповедовать? «Энджел Скай», что они будут проповедовать? Да, первоначальное благочестие. Фрэнсис Сибан, заповеди Божьи. Они не поддерживают отступничество. Вам это понятно? Хорошо. Следующая характерная черта. Вернемся к цитате. Голубым шрифтом в середине здесь сказано. «Только лишь победившие кровью Агнца и словом Своего свидетельства будут найдены верными и истинными». Минутку, друзья. Те, кто на форуме, какие тексты Писания используют эти слова, победившие кровью Агнца и словом Свидетельства Своего? Что это за текст? Я подожду. Хорошо, Эверет Миллер. Это Откровение 12 глава, но не 17 стих, а стих 11. «Кейс ту Крайст». Да, так. Ричард Бептист. Сохрани эту фразу. И это название. Ричард. Это Откровение 12 глава. «Они победили его чем? Кровью Агнца и словом Своего свидетельства. И не возлюбили свои жизни до смерти». Кто эти люди? Стих 17. Кто эти люди? Стих 17. «Остаток семени». Что они преодолели? Они победили грех. Хорошо, друзья. Вот эта группа людей. Как те, кто живет в грехе, поддерживая грех в местных церквях, в АСД, используют это предложение? Может показаться, что церковь падет. Ереси. Третья характерная черта. Назад на экран. Красным шрифтом внизу. Они будут найдены верными и истинными. Без пятна и порока. Без чего, мои друзья? Без лукавства в устах. Те, кто на форуме. Что это за текст? Где будет найдена группа без лукавства в их устах? Хорошо, крестьян. Спасибо, сын. Это 144 тысячи. Дайна Майнд, 1-2-3. Мистер Миллер. Это Откровение 14 глава, стихи с 1 по 5. Друзья, скажите мне, что это за церковь, которая будет казаться, что падет? Не эти отступившие местные церкви, друзья. Будь то церкви при конференции или церкви, независимые от конференции. Это ясно, друзья? Остаток семени. Однако, называющие себя христианами, называющие себя адвентистским народом, используют эту цитату неверно, толкуя, чтобы оправдать отступничество. Хорошо, какое отступничество? Экуменизм с папистствами, с отступившими протестантами. Какое еще отступничество? ЛГБТ в нашей церкви. Посмотрите на это, друзья мои. Это самое недавное событие, которое произошло в церкви в Мэриленд, Токума Парк. Послушайте это, друзья. Это 2020. Слушайте. Это сочувствие. Но я вхожу в церкви и говорю, что в церкви нормально, что мы ведем такой образ жизни, не обучая истине о последствиях образа жизни. И вот с чем я борюсь. Так это с тем, что выражение «социальная справедливость» – это прикрытие того, что мы в нашей церкви не придерживаемся установленного учения о последствиях выбора. Друзья, вы слышали это? Термин «социальная справедливость» – слава Богу, «цей эту леди в церкви». Термин «социальная справедливость» является прикрытием чего? Поддержкой от вступления в наших церквях, включая образ жизни ЛГБТ. Продолжаем дальше. Я начну с того, что тот вопрос, который вы подняли некоторое время назад, включает в себя давление, единобразие. Мы хотим, чтобы люди выглядели одинаково, поступали одинаково, думали одинаково, питались одинаково, ходили одинаково и были одинаковыми. Я вспоминаю, когда у нас было только один миллион членов в мире. Мы подошли к этой цифре довольно быстро, но еще не достигли той, которая сейчас у нас – 22 миллиона. Мы не одинаковые и не будем такими. И нам приходится сталкиваться с такими проблемами, которые настолько важны, что мы рискуем получить раскол. Так как нас становится все больше и больше, то список того, что совершенно необходимо, я думаю, будет короче. Список чего станет короче? Список того, что необходимо. Божьи стандарты. Мы должны становиться терпимее и терпимее к отступлениям. Почему? Может показаться, что церковь падет. Какие у вас мысли на форуме? Мы не хотим единобразия. Нам не нужны стандарты. Мы не хотим быть в одном месте в согласии со Христом, настоящей истиной, и другими в истине. Продолжаем дальше. Слушаем. Мы должны быть терпимыми к различным стилям поклонения, способам поклонения. Но мы не должны терпеть утвержденный менталитет доказательства текстом, который обращается к библейскому тексту и находит только тот текст, который может подтвердить или использоваться как унаследованная точка зрения. Это ерунда. Мы должны изучать Слово Божье во всей его цельности и отойти от доказательства текстом, которые используют фундаменталисты, и понять, что же этот текст на самом деле означает для нас. Это значит, что мы должны отбросить библейский метод толкования. Исайю, 28 главу, 1 Коринфянам, 2 главу, Матфея, 18 главу, и неправильно толковать Писания и цитаты, чтобы оправдать их отступничество. Этот человек только что сказал, либо мы будем терпимыми, либо в церкви будет раскол. Какой выбор? Что нам сказано в Матфея, 10 главе от Иисуса? «Не думайте, что я пришел принести мир, но меч...» Но меч приносит что? Меч приносит разделение, отделение истины от заблуждения. Что говорит Великая Борьба, страница 45? «Если единство нельзя сохранить никаким иным путем, кроме принесения в жертву истины и справедливости, тогда пусть будет разделение и даже борьба. Не физическая борьба, но духовная борьба». Давайте продолжим. Вы употребили слово «образ жизни». Это слово, обычно кодовое слово для понятия «права геев». Честно говоря, у нас есть много людей в этой церкви, и не только, а по всей стране, которые абсолютно в этом уверены, потому что их этому научили, что если ты гей, лесбиянка или другой член сексуальных меньшинств, то это твой выбор. А я вам скажу, забудьте про это. Это оскорбление. Эти люди родились такими. Друзья мои, грех – это не выбор. Какие ваши мысли на форуме? Давайте будем двигаться быстрее. Вот свидетельства. И те, кто сопротивляется этому, сделали неверный выбор между решением, основанным на вере, и решением, основанным на действительности. Если вы верите, что образ жизни ЛГБТ греховный, это решение, основанное на вере, и оно неверное. Нам нужны факты. Нам нужна наука. Наука побеждает веру в Библию. И Елена Уайт предупреждала нас об этом. Послушайте. Это должно происходить в большинстве современных церквей. Там безопасное место. Еще раз послушайте. Это должно происходить в большинстве современных церквей. Там безопасное место для вас, чтобы быть трансгендером, чтобы быть геем, для вас, чтобы быть лесбиянкой, и чтобы вам встретиться с Иисусом Христом и позволить Духу Святому сойти на вас и привести вас к обращению. Что мы должны иметь в наших церквях? Безопасное место для тех, кто практикует образ жизни ЛГБТ. А что бы они сказали в отношении педофилов и осуждающих педофилов? Я не хочу, чтобы ко мне кто-то подходил и осуждал меня в том, что я делаю. Я не имею права подойти к кому-то еще и осуждать их в том, что они делают. Так как Дух Святой работает и надо мной, а освящение – это процесс всей жизни. Я должна верить в преобразующую силу Духа Святого, что если я по-настоящему верю, что Он может изменить меня. Давайте послушаем дальше, друзья. Кто мы есть? А что вы делаете? Это совсем другое дело. Вы сказали, что у меня есть право сказать кому-то, во что я верю. Это правильно. У вас есть такое право. Если вы согласны с тем, во что вы верите, то совсем не обязательно, что это истина. Есть другие, которые имеют образование, подготовку, хорошие знания, которые могут обосновать, что они не согласны с вами. Я читаю Писание по-другому, и мы должны прийти к главному. Мы должны признать это. Друзья, послушайте. Я хочу задать вам важный вопрос. Должны ли адвентисты голосовать? Слушайте, друзья. Пастор, прежде чем мы коснемся этого вопроса, в Лома Линда была конференция Адвентистской профессиональной ассоциации семь лет назад. Человек, который пришел поприветствовать участников конференции, был президент этого медицинского учреждения. И он сказал, что медицинское заключение показывает, что люди рождаются такими. Это очень важно. Друзья, он упоминает научную литературу, что люди рождаются такими, что грех – это не выбор, что образ жизни ЛГБТ – это не выбор. Он упоминает Лома Линда. Мы освещали это. Лома Линда сжигает Библию, друзья, и поддерживает гомосексуализм. Вот это здесь. Не говоря уже о Джоне Макларте. Это здесь, друзья мои. Но остаток семени на основании Писания не будет поддерживать садомию. Посмотрите со мной на Римлянам, главу 9. Пометьте себе, друзья мои, Римлянам, глава 9. Библия говорит нам в стихе 27, что у Бога будет остаток. И стих 29, Римлянам, глава 9. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, мы были бы как Содом, и сделались бы подобными гоморре». Римлянам, глава 9, стихи с 27 по 29, а также Исаия, глава 1, стих 9. Хорошо, друзья, посмотрите на это. Какой Божий путь и процесс обращения с отступниками? Идем в 1-й царств, главу 2. Библия говорит нам о Илии и его сыновьях, сынов Вериала, что там ужасные были грехи в лагере. Илии просто признавал, что поступки его сыновей были плохие, греховные. Но что Илии отказался сделать? Освободить их с их должностей. Сегодня многие сидят в местных церквях и говорят, то, что они делают, это неправильно, неверно, но может показаться, что церковь падет. И они сидят там и остаются там, поддерживая отступничество. Посмотрите на том 4, страница 516. Она говорит нам, Илии просто признавал, что его сыновья поступали плохо, но отказывался освободить их от ответственных должностей. И вновь повторю, что ясно, как Бог обращается с отступниками. Но как люди обращаются с отступниками в наших церквях? Послушайте, что сказал Марк Финли. Если часть церкви, какая-то группа пренебрегает постановлением, за которое проголосовала вся церковь, что должно быть сделано? В церкви АСД у нас нет указаний, которые исходят от генеральной конференции, которые диктуют местной церкви, конференции или униону, что они должны делать. Но мы можем выразить, что мы делали недавно, решительное неодобрение этой несогласной группе или группам, которые отступили от этого постановления. Что генеральная конференция делает, если эта группа не согласна с этим постановлением? Она просто выражает свое неодобрение в этом случае, что мы делали по разным вопросам. Итак, друзья, мы делились этим вчера. Мне интересно, что Марк Финли имел в виду, говоря, что мы просто не одобряем это все. Что мы можем сделать? Применяет ли он те же выражения в отношении садомии и ЛГБТ в наших церквях? Слушайте, друзья. Хотя у генеральной конференции нет учредительной власти, потому что этот унион, конференция и так далее имеет учредительную власть. Другими словами, у нас нет власти сделать перемены, а только признать, что это неверно. Слушаем. Постановление – это не учение, как суббота, которое нельзя изменить. Постановление можно изменить. Мы можем видеть различные аспекты этого постановления. Давайте перейдем к сути важного вопроса. Итак, постановление можно изменить, а учение нельзя изменить. Вопрос. Следите внимательно. Осуждает ли Библия садомию, образ жизни ЛГБТ? Является ли это постановлением? Можно ли изменить Слово Божье, которое осуждает образ жизни ЛГБТ? Это эталон, он неизменен. Слушайте, друзья, Марко Финли, я думаю, что вопрос, который выразили с позиции молодого человека, это вопрос, с которым мы боремся в руководстве Генеральной конференции, потому что у нас нет учредительной власти, которую имеет каждая отдельная группа. И мы беспокойны тем, что открывает двери, слушайте, для других открытых нарушений постановлений в отношении десятин, в отношении определенных вопросов с различием полов, и люди могут сказать, послушайте, это вопрос совести и в отношении других вопросов. Друзья, это эталон, а не постановление. На основании чего должно быть постановление? Разве не написание? И Божье слово неизменно, друзья? Следите за мной, за этой аналогией. В Библии какой Божий путь с отступничеством и отступниками? Подумайте об этом. Наши руководители считают, что нужно просто сказать, что поступки этих людей неверные, но мы не можем изменить того, что они делают. Вопрос. Как Бог поступил с Люцифером на небесах? Откровение 12 глава, стихи 7 по 9. Признал ли Бог, что Люцифер согрешил? Да. Если бы Христос не удалил Люцифера с небес, не удалил сатану с небес, это значит, что сатана оставался бы на небесах до сегодняшнего дня. Это не Божий путь обращения с отступниками. Да, мы признаем отступничество, но какой следующий шаг? Мы должны сделать что? Преобразование. Произвести перемены. Их нужно освободить. Том 5, страница 14. Некоторые могут сказать пастор. Те пасторы, которые поддерживают экуминизм и садомию в наших церквях, рукоположены. Минутку. Был ли рукоположен Люцифер? Что говорит Иезекииль, 28 глава, стих 14? Ты есть помазанный, рукоположенный, помазанный херувим, который покрывает, но из-за того, что он согрешил, он был удален со своей должности. Вам это понятно, друзья мои? Да. Нет оправдания. Кстати, если мы обращаемся с грехом нашей жизни, как наши руководители обращаются с отступниками, это значит, что мы просто говорим сегодня, «Я грешу, но мы не изменимся». «Я грешу, но мы не изменим плоть». «Я грешу, но мы не отечем руку, которая нас соблазняет, и не вырвем правый глаз, который нас соблазняет». А вспомним царя Саула. Вы видите, друзья? Надав и Авиуд. Признайте их неверные поступки, но также что? Освободите их от занимаемой должности. Корей, Дафан, Эверон. Не только признайте грехи, что они отступники, но они должны быть что? Удалены из лагеря. Кстати, должны ли этим людям дать шанс к покаянию? Да, так как Христос обошелся с Люцифером, который стал сатаной. Кстати, Новый Завет. А что было с Иудой и Скариотом? Иуда не был в Синедрионе. С кем он был? Со Христом. Даже среди так называемых служителей на самообеспечение, церквей, пасторов. Мы должны не только признавать, что эти служители отступники, но и убегать от них. Они должны быть отстранены от своих должностей. Вам понятно это, друзья? Если так, пошлите свои аминь. Давайте посмотрим из Писания, как Бог обращается с грехами в нашей жизни. Притча 28 глава. Так как я заканчиваю. Притча 28 глава. Библия говорит, что мы должны не только признать грех, но и оставить его. Неудивительно, что те же люди говорят нам, что мы будем грешить до пришествия Христа. Вы видите это, друзья? Притча 28 глава. Библия говорит, стихе 13, мои друзья. Это сильное высказывание. Многие будут презирать и ненавидеть меня за это. Но для меня важно одобрение Христа, чем одобрение человека. В стихе 13, Иисус говорит, «Кто скрывает свои грехи, тот не преуспеет, а всякий, исповедующий и оставляющий их, помилован будет». И нам сказано в «Путь ко Христу», страница 39, первое предложение. «Признание своего греха не может быть принято Богом без искреннего раскаяния и чего? Исправления!» Отец Небесный, мы благодарим за эту программу исследований силы в полдень. Мы молим за каждое упомянутое имя и даже за церковь в Такома Парк, за Лома Линда, за Марка Финли, Макларти, за каждое имя. Мы молим за их обращение. Я также молюсь о том, чтобы опыт Давида был нашим. Это было истинное библейское преобразование. В Сауне 50-м он осознавал свои грехи, но он оставил их и просил тебя изгладить преступления, изгладить свои грехи, изгладить свои беззакония. Он молился, «Сотвори во мне сердце чистое. Пусть это будет мой опыт, опытом твоего народа, опытом твоего народа, называемого себя остатком. Спаси нас, мы молим, чтобы мы показали миру, что сатанинские человеческие агенты объединяются фронтом против настоящей истины. Наша молитва Во имя Иисуса Христа. Аминь. Маранафа.